В Омске завершился седьмой международный турнир детских хоккейных команд Кубок Газпромнефти, который по праву считается лучшим в Европе. Для выявления сильнейших сюда приехали 16 команд из разных регионов России и зарубежья. Пока детские клубы проводили свои последние тренировки перед решающими баталиями, организаторы провели хоккейный турнир среди журналистов. Конечно, на лёта кулампера выходить не пришлось, зато в настольном аналоге игры страсти кипели нешуточные. Поединки зачастую переходили в овертаймы, ну а победу среди журналистов одержал представитель Москвы, виртуозно владевший игрушечными хоккеистами и имевший в своём арсенале секретный бросок. Мне кажется, в поединке с своим сыном, который занимается хоккеем настоящим, с шайбой на льду, он у меня получается очень от борта, так щёлкать в дальний угол. Поэтому сегодня я несколько таких шайб забросил. Накануне открытия в арене Омска прошла расширенная пресс-конференция, участники которой особо подчеркнули, что Куба «Газпромнефти» за последние годы вырос в настоящий большой турнир европейского масштаба. У нас детский турнир, сделанный по-взрослому. Вот наше главное отличие от обычных детских турниров, где всё немножко по-детски. Действительно, если не брать во внимание возраст игроков, остальное здесь полностью соответствует международным стандартам взрослых соревнований. Телевидение, медийное освещение, федеральная реклама, свой собственный сайт, своя пресс-служба, мультимедийное шоу, которое вы увидите, судьи КХЛ, хотят сказать, вип-гости, статистика, которая будет вестись. После каждого матча статистика выкладывается на сайте. Возможность, прямая трансляция на телеканале КХЛ. Представитель континентальной хоккейной лиги отметил, что Кубок «Газпромнефти» – это своеобразный ориентир для всех остальных. Хорошо, что у нас клубы тратят деньги не только на профессионалов высокого уровня, очень много и денег, и сил, и средств тратится на развитие детского и молодежного хоккея. И Кубок «Газпромнефти», он, знаете, для нас стал, или там становится таким эталоном, то есть образцом, как должен выглядеть детский турнир. Ну а в планах у организаторов построить и открыть в Омске хоккейную академию «Авангард» при самом непосредственном участии компании «Газпромнефть». «Авангард» – это не просто команда высшей лиги, это целая система, где сегодня занято около 5000 ребятишек, начиная с 5 лет. Поэтому для нас вот такой положительный симбиоз взаимодействия бизнеса и власти, где сегодня очень значим, и мы готовы поддерживать такие начинания. Наступает время церемонии открытия. Десятитысячная арена Омска заполнена почти до отказа и, конечно, на всех производит впечатление лазерное шоу с трехмерными композициями и рисованием причудливых фигур. Это настоящая хоккейная сказка для детей на современный лад. А затем приходит черед хоккейных баталий. Мальчишки, несмотря на свой юный возраст, показывают добротный техничный хоккей. Финал турнира стал почти повторением финала Кубка Гагарина. В нем встретились москвичи и челябинцы, только вместо «Динамо» столицу представлял ЦСКА. Армейцы в итоге и праздновали победу. Трактор второй, а замкнули тройку призеров игроки «Авангарда». Наш регион на Кубке «Газпромнефти» представляла команда «Ямал», которая, увы, явно уступала своим соперникам и заняла последнее, 16-е место. Мы по делу проиграли, но мы слабее оказались соперника. Во многом, во всех преимуществах слабее их. Будь это нападающие, будь это защитники, будь это уратарь, мы слабее, конечно, команда «Локомотив» города Ярославль. Ну, были моменты, конечно, немножко их было, но, конечно, реализация все равно подводит детей. Во время турнира выяснилось, что в планах у организаторов в рамках Хоккейной Академии «Авангарда» открыть филиалы в Ноябрьске и других городах нашего региона. Это станет мощным толчком для развития этого вида спорта, а мальчишки получат перспективу, и, возможно, когда-нибудь мы увидим их и во взрослых хоккейных командах. Что касается Хоккейной Академии «Авангард», да, у нас есть такие планы. Мы эту тему сегодня активно двигаем вместе с губернатором. Сегодня есть идея подписания меморандума, то есть не просто, чтобы мы создали объекты, не просто, чтобы построили, но и сделали так, чтобы максимальное количество детей могло заниматься в этих спортивных сооружениях. Большой детский спортивный праздник завершен, но уже через год все повторится вновь. Только на этот раз в планах компании «Газпромнефть» и «КХЛ» увеличить количество команд до 24-х и пригласить несколько сильнейших клубов Европы. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Виталий Харченко. Новости нашего города.